Сколько воды тратит семья из четырех человек в год? Привычные для взрослых величины тонны и кубометры воспитанники 42-го детского сада Савелий Качалин и Матвей Ховрина заменили на КАМАЗы. И сразу стало понятно, что это очень много и воду надо экономить. Больше всего воды мы тратим на ночь и рот, а не больные души. На конкурсе в естественно научном направлении ребята представили свое исследование на тему сбережения природных ресурсов. Савелий и Матвей высчитали, сколько тратится воды в день и как можно сократить ее потребление. Воду надо экономить, чтобы в запасной земле не стратились. В работе над проектом детям помогали родители и воспитатели. Вместе с друзьями мальчики сделали специальные буклеты о том, как экономно расходовать воду. Получилось полное погружение в тему. Когда стали готовиться к выступлению, к презентации, дети довольно-таки осознанно отвечают на вопросы. Когда им задавали дополнительные вопросы, то есть они понимающие относятся к этому. В Сарове конкурс «Я исследователь» проводится в третий раз. Как отметили организаторы, с каждым годом растет количество участников и повышается качество проектов. Ребята поднимают в своих работах актуальные темы. Интерес у детей большой и у родителей, и у педагогов. Конечно, приветствуются те работы, которые выполняются по инициативе ребенка. То есть у ребенка возникает вопрос, и он с помощью взрослых пытается найти ответ на этот вопрос. И потом может представить выводы, к которым он пришел. И может рассказать, как он пришел к таким выводам. В этот раз ребята изобретали кормушки с датчиками для птиц. Совершенствовали карту для определения маршрута. Наблюдали за изменениями погоды. Пока одни представляли свои разработки, другие внимательно слушали. Очень радует, что ребята, которые являются слушателями, зрителями, тоже задают очень много вопросов. Иногда даже ставят в тупик членов жюри. Нам даже нечего больше спросить. Очень серьезные такие глубокие вопросы. Всего в муниципальном этапе конкурса творческих проектов приняли участие 40 воспитанников из 12 детских садов. Они представили на суд жюри 35 работ. Победители городского конкурса станут участниками регионального этапа. И получат возможность побороться за победу на всероссийском уровне. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.